приветствую всех любителей бисероплетения сегодня снова с вами ольга кожакару и сегодня я вам немножечко вот покажу расскажу о том как можно сделать вот такую диадему или короны вот в этом же стиле но полностью такое такое украшение мы с вами сейчас делать не будем я вам дам только некоторые направления вот в которых можно работать чтобы вот создать такого типа украшения сейчас вот очень модно всякие уборы вот в прическе вот делать такого типа но тут можно использовать совершенно разные материалы можно использовать всякие бусины жемчужины жемчужины разной формы цветочки акриловые ну у кого какие материалы есть и какое даже вот из материала цветы делают вот такие диадемы разные но есть разные совершенно методы как вот это делать разные стили вот в изготовлении таких украшений и но сегодня мы поговорим именно о том как с использованием в основном конечно стразов но и с добавлением некоторых бусин вот создать вот такое украшение я могу совершенно вот спокойно сказать ювелирное украшение я думаю вам видно хорошо что у меня получилось и пожалуй я начну свой урок с того чтобы вот показать какие же материалы необходимо вот для того чтобы вот создать вот такую диадемку но я брала покупала вот на алиэкспресс вот такие наборы из разной формы стразов видите и уже потом думала что мне нужно добавить как сложить их в какой вот предположим сейчас я покажу как я себе выбирала видите в принципе эти пакетики конечно разные но можно подбирать и совершенно по-разному количество вот этих стразов формы этих стразов это не обязательно совершенно то же самое что и я собрала я хочу вам показать просто метод как собирать чтобы было проще конечно делается это не не совсем быстро и не такая уж простая эта работа но все-таки есть методы когда попроще вот можно что-то сделать собрать и что-то ну более интересное скажем да ну вот что то такое да вот и и конечно в этом пакете у меня нет столько много стразов вот круглых поэтому вот я сейчас взяла еще стразы круглые но немножечко другого оттенка но я думаю что это можно соединять в одном украшении совершенно свободно и и условие конечно вот чтобы вот такое украшение сделать и конечно нужно чтобы стразу у вас были крупные видите у крупных стразов есть по две дырочки на стороне видите две дырочки на стороне у более мелких вот видите у мелких стразов только одна дырочка такие стразы у нас пойдут для создания для создания лепесточков вот этих для создания лепесточков в принципе все это сделано тремя вот этапами первый этап я делаю основу потом делаю вот такие вот лепесточки и уже самое последнее с помощью лески я расшиваю расшиваю мои лепесточки чтобы вот с помощью бусин с помощью каких-то еще дополнительных стразов соединить между собой эти лепесточки в одно целое и так ну вот я вам показала как в принципе используя то что вы имеете можно вот для основы подготовить стразы какие у вас будут я покупала недавно вот такие вот ободочки мне понравилось их качество мне понравилась их форма толщина вот их понравилось я решила вот сделать взять их купить и сделать из них именно вот такое украшение я когда получила этот товар я говорила об этом теперь я хочу вам показать каким образом все таки я собираю основу то есть именно вот этот ряд который соединяется у меня с ободочком я работала проволокой двух размеров вот у меня есть проволока 0 20 0 25 миллиметров это проволока потолще и мне понадобится и одна и другая проволока это проволока 0 3 миллиметра ну вот этике . у меня потерялась но вот эта проволока которая потолще нам нужна для того чтобы делать лепестки именно вот эти лепесточки чтобы у нас получалось более прочная более жесткая вот работа и сейчас я хочу вам показать каким образом все таки я начинаю прикреплять вот эти мои стразы к моему ободочку нам понадобится проволока два кусочка одинаковой длины причем эта длина должна быть ну больше самого ободочка где-то ну в полтора два раза полтора два раза и два кусочка должны быть одинаковыми вот два кусочка мы берем я возьму с одной стороны сделаю пару виточков вот таким образом чтобы у меня то что я сейчас начну на набирать на эти две проволочки не сползала в принципе держалась но я не буду сейчас полностью делать то что вот чтобы для диадемы я возьму несколько несколько стразов всего лишь чтобы вы поняли принцип вот я одеваю по очереди те стразы которые приготовила в том порядке какой вот значит мне хочется давайте вот так возьмем да чтобы вы поняли что в принципе здесь размеры и форма страза не имеет абсолютно никакого значения все очень просто все достаточно легко просто вот нужно немножечко терпения и аккуратность в работе сильно перекручивать проволоку не советую она ломается эта проволока ювелирная она все-таки не настолько прочная что может выдерживать разные нагрузки вот видите даже вот эту большую большой страз я возьму с большим расстоянием между вот этими дырочками ну и остановимся сейчас на этом до чтобы сильно много времени не тратить и теперь мне нужно точно так одеть вторую сторону и мы теперь вот этой второй проволочкой будем проходить по вторым отверстиям желательно каждую пройти отдельно чтобы у вас проволока как можно меньше имела изгибов и вот не образовалась петелечка тогда проволочка может поломаться видите в принципе я я сказала что здесь нет ничего сложного единственное что нужно быть аккуратными и вот попадать в дырочки в какие надо потому что проволочка может выйти совершенно в другом месте неожиданно для неожиданно для вас не там где вы ожидаете но вот я думаю принцип вам понятен вот таким образом вы набираете цепочку из стразов причем вот вы плотненько их друг возле друга улаживаете и одеваете весь ряд вот в принципе видите с изнаночки как это выглядит вот я все это стараюсь продвигать очень плотненько друг к другу ну и естественно вы продолжаете такую длину какую вы хотите когда вы наберете столько сколько вам надо нужно и эту сторону тоже вот закрутить пару виточков и теперь мы начинаем все это прикреплять к нашему ободочку естественно нужно расположить таким образом чтобы вот центр у вас находился по центру и смотрите что я делаю дальше я начинаю просто-напросто виточками проходить между моими стразами прикрепляя их вот таким образом плотненько чтобы ваша проволочка вошла между стразами вот так все четыре края мы должны проволочки мы должны обкрутить вокруг нашего ободочка и и затем спрятать концы в стразы таким образом чтобы край у нас остался в середине между самими стразами и не выглядывал иначе будет цепляться за волосы вот видите я подошла к последнему стразу хорошо все это надо подтягивать обрежем краешек под самый стразик и если есть необходимость мы не обрезали так что не у нас краешек торчит нам нужно обязательно просунуть его в середину страза теперь мы начинаем работать со следующей проволочкой она уже будет идти у нас в противоположном направлении у нас будет получаться здесь крестик вот видите плотненько все это укладываем и подтягиваем проволочку как можно плотнее видите что у нас с этой стороны получается вот такие крестики бывают такие случаи что проволочка не провалилась сразу не оставляйте это так и подтяните хорошо чтобы проволочка все-таки вошла ваш стразик и снова я прячу конец моей проволочки в страз хорошо подтянем чтобы проволочку натянуть и тоже обрезаем следим чтобы краешек у нас не был виден здесь а остался в стразе то же самое мы делаем и с этой стороны потому я и сказала вам чтобы вот проволочка была подлиннее опять следим чтобы проволочка провалилась между стразами а не осталось вот наверху каждый раз когда мы будем проходить вот всеми этими краями то нам нужно за этим следить и вот таким же образом вы оба этих края должны уложить на ваш на вашей работе ну в принципе если у вас будут красивые стразы если у вас будут разные формы вы сможете уложить только вот эти стразы и уже будет красивая диадемка у вас я не знаю насколько я не могу одновременно и регулировать постоянно камеру не знаю насколько вам видно все хорошо ну я думаю что вот понятно что у меня получилось вот таким образом можно сделать полностью вот эту оплести этот ободочек или только часть то есть как вы захотите и уже потом работать дальше теперь я вам хочу показать каким образом я делаю вот такие лепесточки тут у меня эти лепестки сами по себе не соединены вот у меня вот этот лепесток вот таких два лепесточка с каждой стороны затем вот этот лепесток и уже я делала вот лепесточек начиная отсюда то есть это все не цельное плетение каждый кусочек по отдельности идет и уже затем прикрепляется к нашему ободочку и соединяется между собой вот бусинками стразами и так как я делаю лепесток конечно вы и и смотря какой пакет вы приобретете возможно вы будете приобретать по отдельности какие-то стразы но вот я из этого пакета могла бы использовать вот если бы у меня было достаточное количество могла бы использовать вот эти мелкие стразы но я сразу поняла что мне на все мои лепесточки не хватит таких стразов поэтому я это убрала и взяла стразы 4 миллиметра и еще взяла бисер в восьмом размере ну вы можете взять конечно бисер какой у вас найдется подходящий по цвету к вашим стразам ну вот я взяла такой серебряную линию чешский бисер не обязательно те же самые размеры вот что я делаю я просто вам показываю принцип каким образом это можно сделать и здесь я уже брала проволоку потолще но опять таки мне нужно две проволоки и одинаковой длины так мы сейчас сделаем небольшой такой лепесточек и поэтому мне небольшие кусочки проволоки надо все вот эти лепесточки они разной длины разное количество содержат в себе стразов поэтому каждый выбирает какую длину вы захотите сами вот мы начнем сейчас с центра с вершины нашего лепесточка то есть вот край где у нас поворот происходит нашего лепесточка уголочек верни нам нужно набрать три страза за один уголочек видите в этих стразах у нас по одной дырочке на каждой стороне и в разных случаях нужно набирать их по-разному либо вот так но вот в моем случае я набираю за уголочек вот три страза у нас и мы сразу наберем и на вторую проволоку значит чтобы у нас получился уголочек вот смотрите мы набрали сейчас за уголочки и вот посмотрите какой он за уголочки наших стразов и вот у нас должно должен уголок получаться вот таким образом вот видите вот так ну для того чтобы мы могли вторую проволоку одевать нам нужно будет проходить не просто вот за вторую часть уголочков потому что мы не проходим вот по этому уголочку этот страз у нас с непройденным уголочком остается мы проходим смотрите вот хочу чтобы вам было понятно и видно хорошо каким образом нам нужно проходить второй проволочкой видите мы прошли по вот этим уголочкам вторая проволочка у нас должна зайти не в эту дырочку а должна пройти вот таким образом вот таким образом вот не через уголочек а поперек нашего страза причем мы должны выйти вот здесь вместе с этой проволочкой то есть вот таким образом вот чтобы нам было видно сейчас перевернем стразик вот так вот смотрите видите хочется чтобы вам было понятно и было видно что я делаю вот таким образом вот видите как я захожу а центральный мы проходим так же как у нас вот уже он пройден пройден так центральный проходим через ту же дырочку и следующий страз мы проходим заходим там где у мы уже проходили вот там где мы проходили и выходим вот так все это самый такой важный момент в наборе нашего лепесточка теперь аккуратненько нам нужно все это друг к другу подвинуть вот таким образом вот sitten вот вот а вот 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 Продолжение следует...